Я хотел бы сейчас предоставить слово Виктору Михайловичу Викторину, который решил участвовать в нашем круглом столе. Мы ему очень благодарны за это в качестве наблюдателя. Виктор Михайлович. Большое спасибо за предоставленное слово. Особенный Рахмет Саввалонов с организатором нынешней, правильно, встречи за круглым столом. Очень рад всех видеть. Дорогие друзья, после двух выступлений астраханцев я просто не могу не взять слова. Астрахань, она в нагайских проблемах как-то очень естественно посерединке. Между Уральско-Прикаспийским центром нагайской истории, есть и он, не будем забывать, и Кубано-Придкавказским, тоже центром нагайской истории. Такая вот сплачивающая речь. Я иногда задумываюсь, не ошиблись ли мы в 80-х, 90-х годах, помогая интенсифицировать нагайскую сторону проблем. Прихожу к тому, что не ошиблись. Хотя, может быть, и не во всем преуспели. Я, особенно то, с чем Дженебеком, согласен очень. Нужны личности и нужен круг общения. Иначе мы ничего не достигнем. Будем реалистами. Не все будут знать нагайцы планеты о нашей сегодняшней встрече. Будем реалистами. Не всех, а нас интересует по проблематике. Разные настроения, разные ориентации, разные подходы и разный стиль жизни. Назовем это так. Есть научный дискурс. Нам нужно молодежь вовлекать. Я вот бьюсь, я не знаю, как рыба об лед, чтобы найти школьников, старшеклассников и младших студентов, которые бы подхватили наше вот это красное человечком знамя. Есть творческий дискурс, художественный. Он немножко другой. Есть публицистический дискурс. Журналисты очень свободны. Иногда пишут такое, что нам бывает жутковато. Но есть политический, есть политизированный дискурс. И моя задача, ну так, государственного эксперта России, сообразить у кого что в головах на данный момент. А это бывает очень трудно. И по России, и по СНГ. Да, астраханская часть нагайских проблем, она немножечко бывает под ударом и под угрозой. Особенно мучают некоторые деятели татарского этнокультурного движения. Что происходит с Исхаковым Дамиром Мамалевеевичем? Что в голове и с головой у него? Я так понять не могу. Талантливый, знающий человек. Но оказался зашкальным. И политическое у него перевесило строго научное. Увы, при встрече придется ему все это по-русски, по-татарски. Может быть и более жестким таким языком. Чтобы не задевал. Было бы кому. Все это придется высказать. Не успокаивается какая-то часть казахстанской этноэлиты. Что им нужно и зачем? Как они примыкают к властным сферам в Астане? Я не могу сказать, зачем им увеличить тюркскую часть населения Казахстана. Понять не могу. И зачем это пытаться делать в интернете? За счет каркалпаков и нагайских тоже бельмемен. И не могу просто сообразить, зачем это нужно. Я вынужден просто по стилю своей деятельности ориентироваться на частности. Хотя и очень важны. Можете спорить, но, по-моему, самоназвание Мангыт было раньше, чем самоназвание Нагай. А тогда проблема Нагайлы вообще отпадает. Это репроспективный фольклорный термин, просто описательный и не больше. Не являвшийся, не являющийся этнонимом. Но Равелик Махамедович Джуманов, покойный, он им активно пользовался и втянул в использование меня. Иногда для описания это бывает полезным. Для описания не больше. Казахстанские деятели так любят нагайцев. Но почему единственное село Нагайское в Казахстане, сначала в Красноярском уезде, потом в Ганевском районе, Кардуан, оно распалось? В конце 20-х годов, когда провозгласили Казахскую республику, бежали оттуда, буквально пешком, через астраханскую границу люди, чтобы жить в России. Далеко не случайно. Как-то мурзятся так, от слова «мурза», скромничают деятели Казахстана, когда я им об этом рассказывал. Ну, это же была бы резервация. Это был бы наглядный центр, единственное Нагайское село Казахстан-Станда. Ну, было бы шикарно. Нет, не получилось, никому это не было важно. И в тот момент о нагайцах не позаботились. Зачем заботиться сейчас? Тоже для меня немножко непонятно. Нагайская орда как государство с институтами, с Нураддином и Кайкаватом не возникло, по идее. Возникло несколько позже. И в этом тоже нет ничего плохого. Но в публицистике нет, нет, самое древнее. И подтягивается к более раннему периоду. Всем хочется быть древними. Но зачем? И так достойная история, достойный фольклор, достойная культура у нагайского народа и в связи с ним. Мы работаем сегодня на русском языке. В русском языке слово «ногайский» имеет два смысла. Относящийся и бытующий у нагайцев, и бытующий у других народов в связи с нагайцами и нагайскими образами. И то, и другое очень хорошо. Ни от того, ни другого отматеваться не нужно. Если люди поют о нагайских богатырях, но считают этот эпос и фольклор своим родным, ну что же, мы не будем возражать. Мы взялись ориентироваться именно на самосознание людей. Именно на самосознание людей. Леонид Шитултанович Арсланов, светлая ему память, недавно ушел из жизни. Он буквально четко доказал, что астраханские диалекты, карагашский практически полностью, с кубанским. Юртовские в основе являются нагайскими. Даже местная татарская интеллигенция перестала с ним спорить, потому что он дал это аргументированно. В светлой памяти тоже недавно ушел из жизни мой старший товарищ Ромазан Хусинович Кирейтов, побывав среди карагашей, особенно среди карагашей, ну кому в тот момент было 80-90 лет, подтвердил это еще разочек. Полное совпадение кубанского и карагашского диалектов в разговоре, как будто мы жили, а старик, самый старый в Сиитовке, заплакал, сказал перед смертью, я услышал чистую нагайскую речь от приезжего человека. Очень тоже вот эти моменты, о которых мы будем вспоминать, которые мы будем описывать. Мы только начинаем свою работу и посмотрим, что будет в итоге. Ассоциация Тюркских народов России, хорошо. Я два раза, представьте себе, я был делегатом Конгресса Тюркских народов России. Это в Башкирте такой националитический настроенный. Я говорю, он чуть не упал. Что за тюркский такой народ? Мы русские, астраханские, соотносимые с тюркским языком и тюркской культурой, тоже вполне уважаемые и довольно-таки многочисленные группы, один процент населения области. Это довольно-таки немало, хотя мало, конечно, нужно усиливать. Что будет и удастся ли сохранить Ногайский язык и Ногайские диалекты? Скоро мы узнаем статистику. Здесь большие проблемы, и, честно говоря, друзья мои, на вас я очень надеюсь. Но исправление той пугающей, тревожной ситуации, которая с языком Ногайским, литературным и диалектами на данный момент возникло. А для этого вот такие встречи и нужны. И кого-то я внешне не очень представлял, рад увидеть. С кем-то давно знакомыми не виделись, чуть не 10, чуть не 15 лет. Это очень хорошо. И я рад вам быть сегодня среди вас. Чеканчин Дисович Валиханов, он свое дело понимал. Но у него был свой ракурс зрения. Нужно его оценивать. И поэтому мы с Рамиль Валитовичем вот такую этноисториографию, понимание Ногайцами и неногайцами Ногайцев, самих себя и своих соседей будем стараться развивать. Мои молодые, более молодые коллеги, они очень хорошо сейчас набирают силу в своей научной и творческой работе. Пускай ищут более молодых коллег, поколения будут меняться. И в этом я пожелаю всем успеха. Рад встрече, наилучшего. Спасибо всем участникам за выступление. Сейчас у нас по программе идет обсуждение, и потом я зачитаю резолюцию. Пожалуйста, если есть кому-то что-то сказать, дайте об этом знать. Если что-то добавить или кого-то дополнить, пожалуйста. Можно буквально два слова? Да, да, конечно. После того, как я услышал доклад Амина Касановна и Амир Дамирович, мне почему-то сразу в памяти всплыла модель национального строительства в Австро-Венгерской империи, которую в свое время хорошо описал наш антрополог, по-нашему политолог Алексей Миллер. Модель выглядит следующим образом. Есть Австрия, есть Венгры, которые выстраивают свою национальность в конце 19-го, в начале 20-го веков своей нации. Но когда касается развития аутентичности и национальности у хорватов, тогда венгры проявляют значительную ревность и уже приводят к достаточно такому. То есть здесь получается, вот этой большой достаточно империи у венгры занимает некую такую роль младшего брата, который, собственно, уже в какой-то степени пытается гасить национализм на местном, на сербском, на хорватском уровне и так далее. То есть и эта модель, по большому счету, я почему-то попытаюсь наложить на нашу ситуацию в отношении тех же наших казахских коллег, тех же казахских коллег, в отношении к нагайским элитам, ну или интеллигенциям, все-таки интеллигенция более понятное явление. Да, и мне кажется, здесь они пытаются поступить именно к той модели, к старой модели, можно сказать, такой, где есть некая такая, можно сказать, зонтичная идентичность общая, да, но она именно наша, она конкретно казанско-татарская, она будет давлять или казахская и так далее. И в данном случае, мне кажется, перед нами вот то, что явление, которое мы сейчас видим, это как раз-таки перестройка этой модели. Народы, в каком бы количестве их ни было, каким бы ресурсом ни обладали, желают и нуждаются в самостоятельности, в культурной субъектности и так далее. То, о чем, собственно, я говорю. То есть мы видим, мне кажется, мы здесь с вами свидетели о том, как за последние буквально год-два, наверное, уже меняется сама модель, внутренняя модель тюрков Евразии, тюрков России, в частности. Спасибо. Спасибо большое, Иллаш Мухаммадович. Есть ли у кого еще свои дополнения и желание как-то что-то... Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша дискуссия за виртуальным круглым столом. От лица Ногайской национально-культурной автономии города Новый Рынгой, лично от себя, хочу сказать огромное спасибо за эту встречу и за ваше экспертное заключение по столь важной и актуальной проблеме, как защита исторического достояния Ногайского народа Сау Волонус и Вилькера Саянс. Еще хотел бы добавить, вот то, что к нам сегодняшний именинник Ильдар Шемеглович не присоединился. Его доклад, кстати говоря, вот Виктор Михайлович немного раскрывает вашу тематику, тот доклад, который он готовил. Мы его попросим, возможно, записать отдельно и попросим монтажера вставить его выступление в наш круглый стол все-таки. На это он предварительное согласие давал. Либо же возьмем его выступление из прошедшего в Астрахани недавно семинара, где он тоже эту тему раскрывал. Тогда мы перейдем уже непосредственно к резолюции. Мы эту резолюцию с вами обсуждали в группе. И конечный вариант резолюции я сейчас могу зачитать. Итак, резолюция нашего круглого стола. Участники круглого стола, заслушав и обсудив экспертные оценки по вопросам сохранения исторического и культурного наследия нагайского народа, пришли к следующим выводам. Первое. Считаем, что являются недопустимыми фальсификация исторических данных и попытки переписывания истории в угоду определенным конъюнктурным кругам из числа тюркских народов внутри России и таки в СНГ. Второе. Факты искажения и фальсификации истории с целью реализации групповую оценку на постоянной основе. С доведением достоверной информации до широкого круга общественности с помощью СМИ, образовательных и общественных организаций. Третье. Ногайское экспертное сообщество поддерживает инициативу организаторов ассоциации ученых и общественных деятелей Тюрки России, та организация, та ассоциация, о которой мы сегодня говорили, как пример конструктивного взаимодействия народов нашей страны, то есть Российской Федерации. Ногайским ученым, общественным деятелям и всему нагайскому обществу необходимо защищать культурное и историческое наследие в рамках общественной и научной этики. Пятое. Затронутые проблемы подчеркивают актуальность необходимости проведения конференции по вопросу проведения конференции, которая планировалась в Дагестане. Должен был выступить Кайрбек Сейд Ахмедович Бальгишиев. Пожелаем ему здоровья. И последний пункт, шестой. Данная резолюция рекомендуется к ознакомлению для нагайских общественных организаций. Также рекомендуем довести выводы и резолюцию круглого стола до широкой общественности как нагайского, так и других народов России и тюркского мира в целом. Спасибо всем большое. за участие. На этом мы заканчиваем наш круглый стол. Всем здоровья. Всем благополучия. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...